Девушки отдыхают Азбука фитнес-центр Айрон Клаб на Гаврилово 1. Звони 515-0200. Привет всем, меня зовут Карина Забарова и это Азбука фитнеса. Рядом со мной находится персональный тренер Айрон Клаба Кирилл. Кирилл, вот расскажи, что мы сегодня будем делать, зачем нам кувалда, жилет и эта шина. Что мы сегодня будем делать? Здравствуйте, сегодня я вам расскажу про функциональные тренировки бойцов смешанного стиля. Объясню и покажу наглядно, для чего нам нужны жилет, кувалда и эта большая резина. Жилет нужен для того, чтобы бойцу было в несколько раз тяжелее двигаться, работать. Ну, весит он примерно килограмм 15-16. Первое упражнение это удар кувалдой по резине. Это упражнение нужно для того, чтобы у вас был сильнее верхний плечевой корпус. Верхний плечевой корпус нужен для того, чтобы у вас были удары намного сильнее в бою. Сейчас я убираю кувалду и покажу вам второе упражнение сегодняшнее наше. Это напрыгивание с места. Есть ли какой-то определенный промежуток между этими двумя упражнениями? Выполняем удары кувалды. Минуту 15 секунд перерыв. И приготавливаемся уже к напрыгиванию на покрышку. Напрыгивание на покрышку нужно для того, чтобы у вас во время удара ноги очень хорошо работали. Потому что все удары идут от ног, как левой, так и правой рукой. Я буду переворачивать сейчас резину. Для чего делается это упражнение? Это упражнение очень хорошо подходит для мышц спины и ног. Мы подходим, спинку выпрямили и делаем быстрый толчок. Перебегаем. Какие мышцы работают в этом упражнении? Здесь работают мышцы ног, поясничная часть, широчайшие мышцы спины, мышцы трицепса. Мышцы плеч. Это очень хорошее толчковое упражнение. Также нам нужно передвижение на ногах. Нам нужны сильные икроножные мышцы. Для этого мы встаем с вами на шину, встаем на носочки и делаем такое вот упражнение. Вперед, назад. И делаем его по кругу. Руки обязательно держим около телисти. Для защиты это будет очень хорошо. Делаем это упражнение тоже в течение минуты. Кстати, девушкам тоже будет очень хорошо, потому что работают нецессивные ягодицы. То есть я как понимаю, что все эти упражнения задействуют абсолютно все группы мышц? Фактически, да. Именно те группы мышц, да, избранного вида спорта, как ММА, смешные единоборства. Мы узнали, какая бывает интенсивная тренировка у бойцов смешанного стиля. Спасибо персональному тренеру Iron Club Кириллу. С вами была Карина Забарова. До скорых встреч. Субтитры делал DimaTorzok Как вы думаете, что отличает хороший гейнер от плохого? Подскажу. Соотношение белков, жиров и углеводов. Конечно, в любом гейнере углеводы будут превалировать. Ведь его прямое назначение – увеличение калорийности рациона. И именно гейнерам лучше всего заменять приемы пищи при наборе мышечной массы. Но вот на сколько они должны превалировать? РПС Нутришн прямо заявляет, что в продукте премиум масс гейнер соблюдено идеальное соотношение – 50% углеводов, 35% белков и 15% жиров. В большинстве других гейнеров отечественных производителей это соотношение будет иным – с процентным содержанием углеводов до 75%. Если ваша задача – добавить сало по бокам, то, возможно, и стоит рассмотреть использование других российских гейнеров. При наборе же мышечной массы следует обратить внимание на продукты с меньшим процентом углеводов. Например, премиум масс гейнер. К тому же туда и креатин добавлен, а в качестве простых углеводов используем мальтодекстрин, который поможет креатину усвоиться максимально продуктивно. Да и глютамин с БЦА лишними не будут. Глютамин поддержит иммунитет, а рейцин, изолейцин и валин помогут быстрее восстановиться мышцам. Ну и, конечно, премиум масс гейнер не лишен главного достоинства всех отечественных белково-углеводных смесей – цены. По сравнению с зарубежными аналогами она просто сказочная. На сегодня это все. Заходим и добавляемся в группу фитнес и бодибилдинг «Казань». Интересуемся, смотрим, ставим лайки, задаем вопросы и получаем ответы как от меня, так и от других участников проекта Азбука фитнеса. А я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Это был Дмитрий Козенков. Будьте здоровы!